3 декабря в суде Славянска продолжили рассмотрение дела по резонансному ДТП. Напомним, 1 августа в Славянском районе в поселке Богородишное столкнулись два авто. По словам прокурора, джип Тойота выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Шкода. Водитель Шкоды погиб на месте. Двое пассажиров, женщина и 10-летний ребенок, скончались в больнице. За рулем джипа был милиционер Павел Панасюк. По версии прокуратуры, он был пьян. В суде Панасюк обвинил прокуратуру в фальсификациях и попросил прощения у пострадавших. По его версии, он был трезв. А причиной аварии стал велосипедист, который ехал перед джипом. Отметим, что один из свидетелей сразу после аварии никакого велосипедиста на дороге не видел. Он остановился на дороге. Возможно, велосипедиста заскочила на газпедаль. Любому видел встречный автомобиль, поэтому резко задержал разворот в сторону, в обратную сторону. Как только я увидел изменение направления движения велосипедиста, я сразу экстренно нажал на педаль тормоза и отвернул рулевое колесо влево, собираясь объехать последнего. В это же время навстречу двигался автомобиль Шкода. Но я был уверен, что смогу избежать столкновения с велосипедистом и с автомобилем Шкода. Однако от резкого тревога руля мой автомобиль стал неуправляемым. Своё бегство с места аварии Павел Понасюк объяснил боязнью расправы. Я заставил себя выйти. Но в это же время из какого-то двора вышел человек. Я услышал крик. Опять военный. Я понял, что надо убегать, ибо подавляющее число жителей открыто ненавидя сотрудника формы украинской армии. Также Понасюк признался. История о том, что его авто перед аварией угнали, выдуманная. Позвонил жене, сказал, что авто угнали. Хотя это было полной глупостью. Но в тот момент еще был в состоянии шока. А кроме этого, опасался расправы со стороны местных жителей. Подсудимый признал себя виноватым только в том, что оставил пострадавших на месте аварии. Следующее заседание состоится во вторник, 8 декабря. Сергей Горбатенко, Общественная ТВ Донбасса.